Небольшой курортный поселок готовился встречать гостей, но никак не беду. Большая вода хозяйничала на центральных улицах. Все они были затоплены. Пострадали многоквартирные дома. Первые этажи частных зданий, высоток возле реки Дагомыс оказались затопленными, так же, как и подвалы 20 многоэтажек. Последний раз, по словам местных жителей, Дагомыс топило в 97-м. Но наводнение недельной давности было сильнее предыдущего. О том, как пострадал поселок, можно судить по этим фотографиям. Причем сделаны они были уже после того, как большая вода схлынула. Сейчас обушевавший здесь неделю назад стихий напоминает в основном ил. Он забил ливнистоки, подвалы, прилип к асфальту и вообще всему, что находится на улицах. Избавиться от него очень сложно, и в этом спасателям и сотрудникам коммунальных служб помогают добровольцы из других городов страны. К примеру, бригада дорожных рабочих из Приморска-Ахтарска. Они приехали в Сочи вместе с собственной техникой на следующий день после наводнения. Сначала помогали расчищать эмиритинскую низменность, теперь обосновались в Дагомысе. За последние три дня в Дагомысе мы очистили порядка более тысячи квадратов площадей, детских площадок. И порядка мы загрузили вручную около 250 кубов. Добровольцы признаются, работа им досталась не из легких. Но о том, чтобы уехать из Сочи раньше срока, они даже не думают. Рабочие из Приморска-Ахтарска останутся здесь еще на пять дней. Районный дом культуры поселка Дагомыск кажется, будто его стихия обошла стороной. Чистый асфальт, практически блестящие ступени, ограждения, свежевыкрашенные скамьи. И только грязь внизу колонны говорит о том, что большая вода зашла и сюда. Неделю назад, за пару часов до сильнейшего ливня, сотрудники дома культуры готовились к концерту. Из-за непогоды праздник пришлось отменить и гостей отпустить по домам. А вот сами остались на работе. Мы оперативно взяли тряпки, ведра и здесь боролись со стихией изнутри. Весь вечер, всю ночь практически мы убирали вот ту грязь, которая, ил с водой, которая сумела просочиться. И следующий день, и следующий день, и до сегодняшнего дня, конечно, мы активно работали со стихией, чтобы сохранить, конечно, это здание. В поселке предпринимают и меры, которые позволят избежать паводка в будущем. Под контролем специалистов река Дагомыс. В Сочи-Спасе, Кубань-Спас сотрудниками проводится зачистка этих рек. Потому что другие силы мы не можем туда привлечь. Это такие серьезные мероприятия, серьезная работа. Поэтому вот этим подразделением мы защищаем эту территорию. Разобрать все завалы, отмыть Дагомыс от тыла и прочистить линии стоки руководство района планирует к концу этой недели. Но уже сейчас курортный поселок возвращается к обычной жизни. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ.